Итак, печатаете вы деталь, все идет отлично, печатает ровно, никаких проблем нет, печатать еще долго, конца и края не видно, но у вас закончилось время. Что делать? Ну понятно, что не все печатают дома, кто-то на работе, нельзя бывает оставить принтер в одиночку, потому что как минимум два нагревательных прибора, это экструдер и стол, а оставлять нагревательные приборы без присмотра это чревато. Соответственно, надо каким-то образом печать корректно остановить, а потом прийти, допустим, на следующий день и запустить ее с того же места, где вы прервались. Сейчас расскажу, как это правильно сделать. Обещать буду на примере принтера 4D, и он печатает с флешки. Если вы печатаете с компьютера через проинтерфейс или через репеток какой-нибудь, то там все в принципе тоже самое, но несколько проще. Поэтому я пойду по самому сложному варианту при автономной печати с флешки. Первым делом нужно остановить печать. Дожидаться момента, когда оголовка будет печатать какие-нибудь внутренние слои или поддержки, то есть то, что не попадает на лицевую сторону. И в этот момент поставить печать на паузу. Заходим в меню, подводим к паузпринт, ждем подходящего момента, когда... и нажимаем паузу. Все. Принтер остановился. Теперь нам нужно вернуться на первоначальный экран и записать вот эти вот координаты. X, Y и Z. подводим куда-нибудь на бумажку. 35. Поднимаем голову. Это нужно сделать для того, чтобы избежать наплывов пластика на наши детали, потому что при остывании экструдера из него начинает немножечко подтекать. Вот примерно на 15-20 мм на детали поднимаем наше сопло. И можно, если там что-то из него начинает подтекать, так вот отверточкой это дело все убрать аккуратно. После этого принтеры можно смело выключить и уйти домой. И снова здравствуйте. Вот мы пришли на следующий день. На улице уже светло. Рабочий день только начался у нас. И вот наш принтер. Я его уже включил и сделал преднагрев. Но больше ничего не трогал. Обратите внимание, состояние принтера. Все координаты в нулях после включения. Сейчас я расскажу, что у нас произошло и как принтер себя ощущает. Экструдер также продолжает висеть над деталькой. Ну и наша деталька недопечатанная стоит на столе. 3D-принтер это устройство с шаговым позиционированием. То есть у него действия шаговый мотор и положение головки он определяет отчитывая количество шагов от какой-либо известной точки. Поэтому при включении у него нет ориентира, на который бы он мог ориентироваться. Соответственно, все координаты у него стоят в нулях. Но, естественно, это не так. Экструдер стоит где-то над рабочей поверхностью. И надо, чтобы принтер координаты нашел. То есть пока он не найдет берега, работу продолжит в нулях. Об этом вся главная сложность. Координаты принтер находит при парковке. Ну, в обычном режиме. То есть у нас когда головка уходит в свою парковочную зону. У меня это где-то вот здесь вот с этой стороны находится. Ну, вот здесь вот кусок сдвигает сюда. Он при этом обнуляет все свои координаты. X, Y и Z. Помните, мы записали координаты, перед тем, как выключили принтер. А после подняли головку. В принципе, можно было записать еще тогда координату Z после подъема головки. А потом, с помощью команды G1, да, указать принтеру, что ты стоишь в этих координатах. И он бы сказал, о, все, я знаю, где я нахожусь. И продолжу с того же места. Но этот способ плохой. Дело в том, что уходя и оставляя принтер, любое движение, там, случайно кто-нибудь прошел, задел, кошка пробежала, головку шевельнула, там, сладячок подул, координата уйдет. Соответственно, прямой ввод координат можно делать для простоты, но он чреват тем, что вот малейшее шевеление и у вас будет ступенька на модели. Зачем вам это надо? Значит, надо выставить координаты. Самый простой способ выставить координаты, это сделать HOME. Есть одна проблема. Дело в том, что при HOME головка пойдет в свою рабочую зону нулевую, и если у нас большая деталь, она может ее задеть. Я не знаю, как на вашем принтере алгоритм построен в парковке. У меня, например, при включении HOME, он одной головкой вначале проходит по одной координате, потом выдвигает стол, и только потом приходит по Z. Это как бы наиболее безопасно. В других прошивках, в других принтерах, принтер может считать, что в момент парковки на старом рабочем столе ничего еще нет. Соответственно, он может смело ломануться по всем трем осям и за что-нибудь зацепиться. Поэтому я сделал специальные программки для ручного вывода в парковочное состояние по координатам. То есть можно отдельно сделать парковку по плоскости и отдельно парковку по Z. В данном случае мне это не грозит. Я просто сделаю парковку по всем трем координатам, как у меня в прошивке. Попробуем. Стрелка. Астрахован. Спринтер паркуется. Ему ничего не мешает. И он сейчас уставляет свои координаты. Если бы у меня была деталь большая, что вот эти вот все части не смогли бы опуститься, тогда бы я сделал по-другому. Как? Я расскажу чуть попозже в части про восстановление координат. Так. Голова почти подошла. Все. Припарковалась. Нет. Еще не припарковалась. Вот сейчас. А теперь можно восстановить печать. Программку я уже изменю. И сейчас мы запустим ее в слэш. Так. Нагрев готов. И запускаем нашу измененную программу. Вначале голова прогреется, потому что мы оставили исходные ходы. Потом головка подскочит на 20 мм. И остается на 10 секунд, чтобы я успел убрать натекший филометр. После чего вернется сюда. И продолжим печать с прерывного места. Так идет при нагреве. Все. Сделал по трем координатам. Так у меня по раме стоит еще раз, но для верности. Поднимает. А вот смахивать нечего. Идет на рабочую точку. Он опускается в нужную зону. И пошел продолжать печатать. Идет на кухне. В июле. Продолжение следует... Наша задача подправить программу так, чтобы она продолжила печатать ровно с того места, где прервалась. Мы просто сделали в принтере, в интерфейсе, печать из файла и она начала продолжить. Берем наш файл, который мы печатали, вот именно его, никакой другой. Делаем с него копию на всякий случай, переименовываем ее в что-нибудь, чтобы было понятно, что это продолжение. Вот так мы обычно их называем на себя. И редактируем. Редактируется в текстовом редакторе. Я рекомендую использовать какой-нибудь продвинутый редактор вроде Notepad++, потому что файлы, они хоть и текстовые, но имеют довольно большой размер. Вот этот 31 мегабайт, это не самый большой файл. Вот. И обычный виндовый Notepad на них просто виснет. А еще в хороших редакторах есть поиск хороший. Я использую Notepad++ и рекомендую использовать его и вам. Итак, открываем файл на редактирование. Вот он. Видно, что он сгенерирован в слайсере. И пошли коды команд. Это G-код, стандартный язык для описания программ ЧПУ-станков. В частности, 3D-принтер это самый обычный ЧПУ-станок. Описание всех кодов есть в RepRabWiki, то есть RepRab.org, Viki, G-код. И тут можно посмотреть по всем кодам, по G и по M-кодам. С примерами о том, что он изначает и для чего он нужен. Но не будем на них отвлекаться, сами потом все увидите. М-107, это выключение вентилятора. Дальше идет М-190-С70, это установка температуры стола. Первый слой идет на 70 градусах, потом дальше в коде будет снижение до 60, поэтому тут сразу пишем 60. М-104-С205, это температура экструдера. Оставляем как есть. Дальше, следующая команда. Автохоум. То есть он делает парковку по всем прямосям. В данном случае вещь сомнительная, лучше это сделать вручную. Потому что если деталь не позволяет голове опуститься, просто геометрически упрется во что-нибудь, и вам это все испортит. Поэтому мы ее удаляем. Вот эта строка нам тоже не нужна, она поднимает сопло. То есть команда G1, это перемещение. То есть указываем перемещение, ось Z5, то бишь, ось Z перейти в координату 5 миллиметров, и скорость, с которой она поднимается. Удаляем. Дальше. М-109-С205. Ждем, пока экструдер достигнет температуры 205 градусов. G21, расставляем, что у нас все значения в миллиметрах. G90, это абсолютные координаты. То есть есть координаты абсолютные, когда мы говорим, допустим, вот, встань координатой X на 72 миллиметра. Она берется в координату 72 миллиметра. А если была бы относительная координата, не абсолютная, то это бы означало, что от текущей координаты сдвинься на 71 миллиметр. Соответственно, принципиально разные вещи, это надо очень точно понимать и учитывать. Так что надо включить принудительно абсолютные координаты, потому что все у нас в абсолютных координатах. И то же самое для экструдеров. Хотя для экструдера вариантов, в принципе, нет. Команда G92, она принудительно назначает координаты. То есть мы говорим, что экструдер сейчас в нуле. Вот G1 E-03 делает небольшой ретракт. То есть экструдер, в принципе, с точки зрения принтера, это та же самая координата. Ее также можно двигать на какие-то расстояния. В частности, вот 0,3 миллиметра. Это ретракт. Скорость ее в 300. Периодически экструдер сбрасывает. Для чего это делается? Дело в том, что если у нас координата стала конечная, ну, сколько там, там, 300 на 300 миллиметров и так далее, допустим, у моего, то у экструдера координаты бесконечные. То есть он тянет пластик, пока он кончает. Там может быть километр. Соответственно, любой счетчик переполнится. Может быть, что-нибудь непредвиденное случится. Чтобы этого не было, экструдер периодически сбрасывается. То есть ему принудительно присылается координата, что он в нуле. Вот. Дальше вот у нас пошел печать первого слоя. И дальше пошли все остальные слои. Координаты тут прям показывают, где должна быть головка и движение экструдером. То есть выдавливание пластика. Вот эти ешки. Вот от сих пор надо будет отрезать лишнее до того момента, где мы прервались. Так. Вот давайте вот здесь поставим отбилочку. И теперь найдем, где мы прервались. Очевидно, что первой командой слоя будет команда перехода на этот слой. Соответственно, это будет G1, Z, что-нибудь там. Давайте попробуем найти. G1, Z, 11.7. Это координата Z, на которой мы приостановили печать и записали на бумажку. Находим ее. Вот она. То есть вот от сих пор начинается наша секция. Вот где-то здесь мы прервали печать. На каком-то из этих вот кусочков. Соответственно, вот эту часть можно удалять. Ставим сюда курсор. Прокрачиваем вверх. Нажимаем Shift. Ставим курсор сюда. Выделяется весь этот кусок. Не нужно. Мы его удаляем. Теперь надо почистить вот эту вот секцию. Найти в ней кусок, где мы остановились. Ну, искать вручную координаты. Дело дохлое. Тем более, что они здесь гораздо точнее, чем у нас на экранчике показываются. Но, тем не менее, возможно. Для этого используемся поиском нашего редактора Notepad++. Называем поиск. Делаем поиск с регулярными выражениями. И прям так вот уже даем. Формат мы видим перед глазами. Вот у нас. И сейчас мы его забьем. То есть, первым идет X. У нас X 35 целых одна десятая. И сейчас ставим две точки. Это, чтобы вот эти его значения в них попали. То есть, какую-то точку, это какой-то символ. Пробил. Y 254 4 И тоже две точки ставим. Раз, два. И сделаем не поиск, а марки найти все. Раз он нашел 204 совпадения. Ну, видимо, там слои идут, надружка идут. Координаты по плоскостям совпадают. Вот наша строка, на которой мы прервались. Соответственно, вот это все можно удалить. Это все лишнее. То есть, мы вот от сих пор удаляем. И что получается? В нашей программе мы приходим сразу в координату Z 11 миллиметров. и начинаем печатать. А, еще один момент. Вот мы удалили. Вот видите, перед началом секции у нас есть F 3600. Это скорость подачи пластика в этот момент. Соответственно, это значение бы хорошо сохранить. так, F3600. Вот наша удаленная часть. И вот куда-нибудь сюда допишем F3600. иначе он у вас поедет на скорости 6000. Это быстрее, чем надо. Мало ли, что-нибудь пойдет не так. F это feedrate. Переводится. И вот, начиная с этой команды, пока мы его не изменим, он будет идти с такой скоростью. Все, то есть у нас X35140, Y254430, экструдер в данном случае не имеет значения. Окей. Секция готова. Осталось теперь что-то с координатами. То есть в данном случае в программе все равно. Она сразу закинет голову на Z11 от той точки, которую считают нужной и пойдет. Поскольку координаты выставляем вручную, здесь мы этого ничего не делаем. Так, значит тут ретракт пускай остается, чтобы соплевкинуть. Поскольку мы остановили принтер сами, мы знаем, какие координаты. Помните, я говорил, что можно еще записать Z после того, как мы подняли голову. Ну, допустим, у нас там было Z20 получилось. И на этом моменте мы принтер выключили. Можно сделать вот так. G92, Z20, ну, а X и Y скопируем отсюда. И тогда до этой строчки мы ведь экструдер не двигали никак, то у нас получится, что принтеру скажут, что там, где ты сейчас стоишь, у тебя Z20, X 35.140, а Y 254,430. Вот. И он спокойно продолжит. Но этот метод я не люблю, потому что очень легко сбить координату одним неосторожным движением. и у вас получится косяк нам в детали. Поэтому координату мы вручную задавать не будем. Мы найдем берега через концевые выключатели и принтер сам себя вначале найдет, а потом перейдет на абсолютные значения. Соответственно, здесь мы это оставляем. Удаляем. И что делаем? Делаем подвод. То есть, я рекомендую подойти головой на высоту G1Z20. Так. Встать с нуля вот в эту координату. То есть, здесь, например, дальше подойти вот на эту координату. То есть, он на высоте 20 миллиметров зависит над точкой, где он должен печатать. Без экструдера просто подъедет на нее. А потом опустит голову и начнет печатать с того места, где прервался в прошлый раз. Вот это будет корректная программа. Так. Ну, здесь еще можно, допустим, поскольку я точно знаю, что у меня места перед парковочной зоны полно. Соответственно, я не буду биться головой о детали, если спокойно припаркую головку. Поэтому я здесь делаю G28X. То есть, вначале она придет в парковочное положение по оси X, потом G28Y и G28Z. То есть, мы можем не выставлять координаты вручную каким-то образом. То есть, достаточно будет просто прийти, включить принтер, сунуть туда флешку, он сам встанет в координаты их домашней позиции, потом поднимет голову, приедет там, где мы прервались, опустит голову и продолжит печать. Вот этот вот файл уже можно сохранять и отправлять на печать. Если же мы печатаем очень большую деталь или в неудачно расположенной столе настолько, что у нас не получается голову опустить в нулевые координаты путем простым заданием команды автофоум, то придется изобретать. Например, можно попробовать припарковаться я не вот здесь, подальше от всех остальных. Главное следить, чтобы рама принтера не задела нашу деталь. Как это сделать? Отправляем на печать команду, которая отправит в начале принтера в координаты x0, y0. То есть голова, не меняя своей высоты, придет в нулевую точку. После чего мы вручную через интерфейс, потому что принтер уже к тому времени будет знать свои координаты по x и y, через интерфейс просто вручную зададим перемещение куда-нибудь вот сюда. И вот в этой точке сделаем запуск команды поиска 0 по Z. Он коснется стола и найдет 0 где-нибудь здесь. В принципе, какая разница? Если у вас стол нормально откалиброван, выровнен по всей плоскости, то разницы не будет никакой. Вот. Если же у вас деталь настолько большая и своеобразная, что не получится нигде приткнуться головкой до 0, отверстие, то тогда можно попробовать сделать хитро. Взять какой-нибудь эталонный предмет. Вот у меня это развертка для проковыривания отверстий. Такая классная штука на эту прочую. Вот. Ага. Ее главное стоинство для 3D-печати в том, что, во-первых, она устойчиво стоит на столе, во-вторых, у ней хороший, блестящий, гладкий и плоский торец, ну и в-третьих, она жесткая, не меняет своих размеров, не хлябает, не болтается. Ее можно один раз замерить в том генциркуле, узнать, что ее высота ровно на 130 миллиметров и потом, если нам нужно припарковать голову, а нигде не получается, ну зачем нам ноль, если мы можем поставить голову так, подвести экструдер вручную, точно приземлить его сюда и мы будем точно знать, что высота вот этой вот штуки 130 миллиметров. Мы говорим принтеру, что у тебя Z на высоте 130 миллиметров, ну чем 130 хуже нуля в конце до концов. Главное же точное значение. Все, после этого можно восстановить печать и продолжить с того же места. А как сделать все эти манипуляции, если в меню принтера их в принципе нет? Ну, прямой ввод МГ-кода. А если вы печатаете через компьютер, через Prointerface, там или через Repeater Host, то скорее всего там в интерфейсе уже все эти кнопочки есть, то есть перемещение головок по разным плоскостям в домашнюю позицию, по разным осям, и скорее всего там будет командная строка, где можно эти команды просто вбить. но я не пользуюсь компом для печати, это неудобно. Я печатаю слэшки, поэтому я для того, чтобы можно было более точно управлять принтером, то есть двигать оси раздельно, двигать более точно, я сделал ряд вспомогательных программ. эту программку просто отправляешь на печать, как обычный файл, и принтер делает то, что тебе нужно. Сейчас я вам их покажу. Также рекомендую завести вам несколько служебных программок и держать их на той же флешке, с которой вы печатаете, просто пускай они все там валяются. Место они не занимают, а очень полезные. Итак, что у меня есть для вас? Вот программка опускает экструдер вниз на 0,1 мм. Зачем? Дело в том, что интерфейс mail-принтера не позволяет так точно двигать экструдером. У него цена отделения на энкодере 4. То есть я, даже если поставлю смещение на 0,1 мм, минимальное значение, на которое я могу шевельнуть экструдером, ну и даже любой осью, это 0,4 мм. А мне надо иногда точнее, то есть 0,1. И вот с помощью этой программки, отправляя ее на печать, можно двигать экструдер с точностью до 0,1. Так, в принципе, с любой точностью, какую задашь. Программка простая, то есть у нас первая команда переводит в отсосительный режим, дальше приказ сместиться экструдер вниз на 0,1 мм и возвращая в абсолютные координаты. Да, очень важно сделать перевод каретки, то бишь, нажать после каждой строки, иначе эта команда не увидится принтером. Другая программка делает то же самое, но она поднимает экструдер вверх на одно деление. Третья программка выставляет экструдер в положение парковки по осям X и Y, не трогая ось Z. То есть просто ставит XY, находит координаты с нулей, а дальше можно куда-нибудь подвинуть и сделать парковку по Z, которая опустит экструдер по оси Z, не трогая ось X и Y в любой точке. Ну и третья программка, последняя программка, которая у нас есть, это сказать принтеру, что его координата по оси Z 130 мм. 130 мм это у меня высота эталонного бруска. То есть я с помощью вот этих вот программок, ну и крутилки на принтере подвожу головку, упираю ее в торец эталонного бруска и подгляну на печать вот эту вот программку. И у меня принтер понимает, что он стоит на высоте 130 мм. Ну а дальше координаты известны, уже можно подводить куда надо и печатать. Вот рекомендую вам завести такие полезняшки. Ну а если у вас идет печать с компьютера, то вам это все не нужно, потому что все вот эти вот функции есть в виде кнопочек в интерфейсе, либо их можно просто там в командной строке ввести вручную. в интерфейсе, в интерфейсе, как в интерфейсе, по-аналу. с компьютерами в интерфейсе, в интерфейсе, в интерфейсе. У нас есть